Спаси и храни всех Божие, дорогие братья и сестры! На библейском портале Экзегет мы, во-первых, поздравляем всех вас со Старым Новым Годом. Конечно, звучит так немножко странно, Старый Новый Год, такой оксюмарон. На самом деле, это и всем нам понятно, да, то, что когда революция наступила, то стиль, приняли уже такой григорианский календарный стиль, из-за этого у нас произошло расхождение, а на самом деле, вот по старому юлианскому календарю, действительно, Новый Год, он 1 января, это 14 января по новому стилю, и вот праздник этот достаточно древний, на самом деле, он еще от Гая Юлия Цезаря идет, но там были такие языческие, конечно, свои представления, собственно, месяц январь от Януса Двуликова, но по промыслу Божию вот этот день, 1 января, он совпал с удивительным великим церковным праздником обрезания Господня. Конечно, не очень часто любят и даже наши проповедники вот рассуждают на эту тему, и многие в каком-то смысле так вот смущаются, ну, мы же там не мусульмане, не иудеи, причем тут какое-то обрезание, а дело в том, что нужно все-таки углубляться в смысл священного писания, и мы видим удивительный промысл Божий, вот эту вот удивительную историю, как Господь пытается спасти человечество, да, как Он призывает Авраама. И, собственно, Авраам – это отец всех верующих, потому что Авраам – это первый из тех вот древних наших правоцев, которые откликнулись на Божию весть, которые решили хранить верность Господу Богу, и вот именно с Авраамом Господь устанавливает свой особый завет, и видимым знаком этого завета Господь предписывает обрезание. Об этом мы читаем в книге «Бытия» в 17 главе. «И сказал Бог Аврааму, ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их». То есть речь идет не просто о каком-то индивидуальном таком завете, договоре Бога конкретно с Авраамом, а о том, что это касается всего потомства, всего рода, да, продолжения рода. Ну, а посредством чего, собственно говоря, совершается продолжение рода, если уж так вот прямо сказать, ну, в плане физиологическом. Понятно, здесь есть вот некая такая интимная тема, и вот эта сторона интимная, она оказывается именно и задействована вот в запечатлении этого завета. «Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя в роды их. Да будет у вас обрезан весь мужеский пол, обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами. В восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец, мужеского пола, рожденный в доме», ну, и так далее. Вот там некоторые уточнения. Поэтому, в общем-то, в этом, видимо, есть тоже какая-то премудрость промысла Божия, то, что вот в плане физиологии относится к такой детородной функции, и вот уже в Ветхом Завете, и это должно, так сказать, посвящаться Богу не каким-то языческим богам, божествам, когда доходили даже до того, что собственных детей приносили в жертву языческим идолам и стуканам, или когда растлевали самих себя и свои собственные, так сказать, детородные функции посвящали служению разным богам, или богиням, и вот самый разврат, то есть растление своего естества рассматривалось как прославление языческих богов. Вот это все бесовщина в прямом смысле этого слова. К сожалению, эта бесовщина проникает иногда и в наши дни в общество, и посредством средств массовой информации, когда все это растление наглядно демонстрируется, и люди посвящаются через это демонам на самом деле, ибо дух блуда есть дух демонический. А вот Господь говорит Аврааму, что нет, вы должны отсечь от себя всякую плоскую чувственность, и вот этот обряд обрезания, он во многом как раз означал то, что люди, посвященные Богу в богоизбранном народе, они отсекают от себя плоскую страстность, вот эту чувственность телесную. Ведь когда обрезывается крайняя плоть, это ведь детородный орган, то люди греховные, те, которые посвятили себя греху, они ведь посредством этого думали получать самые, так сказать, главные наслаждения, и зачастую человек, он готов от всего отказаться, но вот эту страсть он не может преодолеть, потому что она, так сказать, коренится в нем самом, в его плоской сердцевине, и вот Господь посредством вот этого обряда, обряда обрезания, он призывает к победе над нашей чувственностью, что посвящая себя Богу, мы в духовном смысле, конечно, должны отсечь от себя всякие плоские телесные наслаждения, наслаждения страстные, греховные имеются в виду. И поэтому вот такой обряд, который рассматривался и сейчас рассматривается у многих как несколько такой достаточно жесткий, кровавый, понятно, что Господь все, что дал человеку, его душа, тело, все телесные органы, это творение Божие, то, что прекрасно должно служить на самом деле божественному замыслу, в том числе продолжению рода, но мы испорчены грехом, и вот это вот отсечение крайней плоти означало, что человек в богоизбранном народе должен был отсекать от себя все греховное, и все его потомство тоже должно быть посвящено Господу Богу. Вот каков был основной смысл этого обряда, если говорить именно о духовном, таком вот сакраментальном значении этого действа религиозного, а если полагаться только внешне, то нет, тут гордиться, собственно, нечем, вот иудеи не могут выступить тут какими-то, ну, знаете, такими, что вот мы там обрезаны, потому что многие другие, даже языческие народы, об этом писали древние авторы, у них тоже чисто внешне был такой обряд, ну, по разным причинам, где-то там тоже какая-то вроде бы религиозная инициация, посвящение, но они были посвящены каким-то богам языческим, где-то рассматривалось как мера гигиены, а вот в ветхозаветном народе здесь преследовалась такая вот сакраментальная духовная цель от сечения чувственной греховности и посвящение богу, потому что особенно в древние времена вот это вот посвящение должно было сопровождаться, ну, неким пролитием крови, да, то есть как бы засвидетельствовать свою верность богу, что вот этот завет, он запечатлен кровью, и что ты терпишь боль, то есть этот завет ты уже как бы подтверждаешь своей верностью вплоть до претерпения боли уже в самом раннем возрасте, да, вот ты уже запечатлел свидетельство через свой собственный опыт собственной боли, через пролитие крови, и отсюда как бы некое обещание быть верным до конца. К сожалению, в Ветхом Завете далеко не все сохраняли эту верность на самом деле, и поэтому зачастую Господь к чему призывал и говорил. Он говорил о внутреннем, таком духовном смысле этого обряда, вот в частности во второзаконии сказано, в 10 главе мы читаем, «Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыны, ибо Господь – Бог ваш, есть Бог богов и владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, который не смотрит на лица и не берет даров, который дает суд сироте и вдове, и любит пришельца и дает ему хлеб и одежду. Любите и вы всякого человека, который придет к вам». Вот самое главное, что здесь сказано, что обрежьте прежде всего плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыны. Какой смысл во внешнем обряде, если ты душу свою не посвятил Богу, если ты от сердца не отсек греховные пожелания, о чем и говорил Спаситель, что тот, кто посмотрел на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем, ну или, скажем, женщина посмотрела на мужчину, то она уже любодействовала с ним в сердце своем. Вот прежде всего от сердца отсеки плотскую чувственность, а вот этот внешний знак не так важно. Главное, исправлено ли твое сердце. Но вот когда рождается Спаситель, ведь здесь прежде всего удивительное такое смирение Господа, его снисхождение к нам. Он рождается как человек, не будучи, так сказать, обязан, непременно, то есть ничто не предписывало, не заставляло Господа вот так вот обязательно рождаться, но по смирению, чтобы понести на себе нашу участь. И исправить наш путь, показать, что человек может свят быть до конца и во всем, во всех своих пожеланиях, во всех своих мыслях, чувствах, в каждом слове, в каждом действии, во всем он, человек может быть действительно посвящен Богу, вот Спаситель рождается как человек, принимает на себя участь человеческую. И даже некоторые святы отцы, святитель Дмитрий Ростовский, святитель Иннокентий Херсонский, они говорили, что в обрезании Господнем проявилось еще больше смирения, даже чем в рождении, ибо там он воспринимает человеческое естество, а здесь он вообще воспринимает на себя, так сказать, образ грешника, который отсекает вот эту чувственность. И вообще это ведь опыт первой боли Богомладенца Христа. Это его первое пролитие крови, как бы предначатие, предвосхищение будущей жертвенной крестной смерти, пролитие крови на кресте. Это ведь та же самая кровь, но кровь, пролитая им еще в младенчестве, она та же самая, причистая, она уже освещает нашу землю, и Спаситель являет здесь удивительное смирение. И мы читаем об этом в книге, в Евангелии от Луки, «По прошествии восьми дней», то есть после Рождества Христова, «когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом, прежде зачатия его в очреве». Вот над Спасителем совершают этот обряд и нарекают имя, так было положено, начиная от Авраама, и потом закреплено законом Моисеевым. Почему еще? Да потому что Спаситель Христос, он, как и было обещано через пророков, дается именно богоизбранному народу, тому народу, который, собственно говоря, и ожидал грядущего Христа, который хранил веру посреди прочих языческих народов. Да, сам израильский народ часто отступал, он часто был неверен, но все-таки были те, кто подобно пророкам, подобно праведникам, вот судьям Господним еще в ветхозаветное время ожидали пришествия Христа, и поэтому именно там он и родился, и вот для того, чтобы показать, что Христос, вот как сказано в начале Евангелия от Матфея, он есть сын Авраамов, сын Давидов, да, он потомок Авраама по человеческому естеству, вот для этого он и принимает этот обряд, над ним совершается обрезание, чтобы показать, что он тоже включен как человек в этот завет с Богом-отцом, он действительно по плоти сын Авраамов. Иначе тогда Христа никто не рассматривал бы как чадо богоизбранного народа, и как бы его слушали как мессию, если он вообще не имел отношения к этому завету. И вот Спаситель принимает этот обряд, показывая, что он тоже всякую заповедь исполняет до конца, заповедь Ветхого Завета. Еще такой вот важный момент, что ведь мы же понимаем, что Христос — это Сын Божий. Да, Он рождается как человек, но Он не просто человек. Он предвечный Бог, Он Сын Божий, и будучи един с Богом-отцом, Он, собственно говоря, не только рождается как подзаконный, но Он и законодатель. Именно Он дает вот этот Ветхий Завет предыдущим родам человечества. И получается так, что Он дал заповедь обрезания, и Он же ее исполнил на самом себе. То есть Он не просто дает вот людям, которые там, ну как некие такие мелкие существа, должны вот бегать, пытаться исполнить, зачастую не справляются. Нет, Он сам приходит в мир и сам исполняет эти заповеди на себе, проливая вот свою собственную кровь, терпя иго закона до конца. То есть это вот как командир, который не отсиживается где-то там в командном пункте, посылая солдат вперед, а он идет вместе с солдатами и участвует в той же самой битве, и при этом он впереди. Он руководит битвой, и находясь, так сказать, непосредственно в эпицентре военных действий, погружаясь в самое пылкое место сражений. Вот в этом смысле Христос есть наш истинный военачальник в духовном смысле, и Он исполняет всякую заповедь как человек. При этом обряде совершалось важнейшее такое вот действие, нарекалось имя, то есть имя, как уже личное такое вот обращение к сотворенному Богом человеку, наречение имени значит, что в человеке есть некая неповторимая такая внутренняя глубина, и если говорить с точки зрения богоизбранного народа, то наречение имени в этот день означало, что человек уже реально включен в богоизбранный народ как вот конкретное лицо, посвященное Богу. Но в данном случае мы видим, что имя, имя, наречено было спасителю заранее ангелам открыто, а в день обрезания нарекают ему уже, ну, возможно, священника пригласили. Да, вот надо тут сказать, что то, что где совершился этот обряд, конечно же, не в пещере, где родился спаситель, потому что это были такие, ну, совершенно экстраординарные события, исключительные, хотя глубоко символичные, рождение в пещере, да, как образ крайнего такого смирения, потому что Христу не нашлось места, Сыну Божию, Богу, который родился как человек, ему не нашлось места в нормальных человеческих условиях. И он рождается так, как, ну, редко кто рождался из людей, а там вот где, ну, может быть, телята рождались, понимаете, или там ягнята, а вот он вплоть до этого даже снисходит по своему смирению. Но после этого, так же, как мы знаем, что волхвы поклонялись уже в доме, и звезда была над домом, то есть они уходят из этой пещеры, в Вифлееме, и на восьмой день, вероятно, именно в доме, в Вифлееме, и совершено было обрезание Господне, могли пригласить священника. А мог, в принципе, и сам Иосиф Обручник по праву главы семьи. Конечно, он не был отцом, как мы знаем, он был нарицаемым отцом, ибо Христос родился от Девы, Девы Марии. Но формально, формально, он считался главой семьи, поэтому он мог совершить вот этот обряд. Мы не знаем всех тонкостей, но так или иначе это происходит, «И нарекается имя Спасителю, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом, прежде зачатия его в очреве». И вот тут величайшая тайна, что оказывает это имя, а, собственно, мы понимаем, что Иисус – это Спаситель, это имя его личное, и оно выражает главную суть, духовную суть его всего служения, «Он нас спасает». И оно наречено еще заранее открыто ангелом, а, собственно, ангел получает это имя как божественное откровение, а не ангел говорил, придумал имя Иисус. И вот это то самое имя, которое вершит чудеса, о котором сказано, как говорил апостол Павел, что пред именем Иисуса Христа преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. И вот, пожалуйста, вам ответ свидетелям Иеговы, какое имя надо чтить, что пред именем Иисуса Христа преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. Поэтому мы чтим прежде всего имя Иисуса Христа, а по своей божественной природе, собственно, Спаситель, Он и есть предвечный Бог, Яхве, можно и это имя употребить. Вот, но имя Иисус, оно почему дается, вот выделяется, потому что это Бог воплотившийся, который становится человеком, дабы спасти человека и возвести его к божественной жизни. И сам Спаситель говорил, что именем Моим будут изгонять бесов и совершать многие чудеса. И вот это вот имя, открытое через архангела Гавриила, имя как божественное откровение, имя как центр истории и судеб всего мира, всей вселенной, нарекается в этот вот день, когда Спаситель по своему смирению терпит вот первую боль ради человечества, проливает свою первую кровь, и ему нарекается имя Спаситель Иисус. Да, так что будем помнить, что имя Иисуса Христа, оно тоже запечатлено кровью, и этого имени боятся демоны. Поэтому произносим с благодарностью молитву Иисусу «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных». И еще, дорогие братья и сестры, вот в чем ценность этого удивительного праздника, который является, кстати, великим праздником? Вот мы часто как говорим, что Господь Иисус Христос есть наш Бог, и это действительно так, но Он – Бог, ставший человеком. Понимаете? Вот как раз почему зафиксировано в Евангелии от Луки это событие, обрезание, для того, чтобы подтвердить Его истинную человечность. Вот как Бог, Господь, Он неизмерим и неописуем. У Него нет никакого внешнего вида, формы. Он над пространством, над временем. Он предвечен и бесконечен. Мы не можем Его измерить какими-то нашими физическими приборами, ни микроскопы, ни телескопы нам не смогут открыть божественную природу, потому что Он над миром, Он есть бесконечная святость, любовь прежде всего, которая неизреченная и неисчерпаемая. И вот Он рождается в своем мире, который Он сотворил, как простой человек, как маленький младенец, которого пеленает мама, прижимает его к себе в своих объятиях. И как человек Он уже обретает видимые формы. Он становится ощутимым. Его можно потрогать. Вот с этим, кстати, связана наша иконография. Почему есть иконы? Почему мы пишем образы Господа? Потому что как Бог, Он неописуем. А вот как став человеком, Он стал изобразимым, описуемым. Потому что став человеком, Он уже обрел конкретные видимые человеческие черты, физические формы, рост, вес и так далее. И вот в подтверждение этого Он и принимает обряд обрезания, потому что невозможно обрезать дух. Понимаете? Дух неуловим в этом смысле. И никаким ножом ты там ничего не произведешь. Это вполне такие материальные вещи. А вот Господь принимает нашу плоть. Причем плоть не какую-то там мраморную, железобетонную и так далее, а нашу вот живую, мягкую, подверженную страданиям плоти. И Спаситель вот этим обрядом и как раз подтвердил свою истинную человечность. Он не казался человеком, а Он стал реальным человеком и освещает наше человеческое естество. И начав свой жизненный путь вот с этого добровольного пролития крови ради нас и став, так сказать, побетованию сыном Авраама и исполнивши, так сказать, завет данный Аврааму, что в семени Твоем благословятся все народы, ибо семя Авраамова это и есть рожденный от Девы Господь Иисус Христос, через которого все народы и обрели благословение. Все народы, это значит не только иудейский народ, а вообще все народы, языки, племени, племена, какие угодно, неважно там Чукчи, Эскимосы, народы Южной Африки, Австралийцы, все они обретают благословение в Господе Иисусе Христе, и вот ради нас он пролил кровь и ради нас претерпевал трудности жизни, начиная с самого младенчества, а вот нас он уже, кстати, зачастую освобождает от этого, и нам не предписано уже совершать обрезание, ну, чисто физическое, потому что нам предписано обрезание духовное, вот как тогда Господь еще и тогда говорил, что обрежьте сердца ваши, да, или вот как в книге Деяний архидиакон Стефан обличает, ну и другие вот тоже апостолы, и там такие фразы есть, что вы люди с необрезанными ушами и сердцем, да, то есть, это о чем говорится, о том, что неотсеченная страстность, что вы слушаете превратно, а в сердцах у вас злые недобрые мысли, вот это и нужно все отсекать, но дается это христианам, вот эта вот чистота отсечения через таинство крещения, и собственно говоря, таинство крещения, которое над младенцами совершается, это тоже и есть как, ну, не то чтобы аналог ветхозаветного обрезания, потому что ветхозаветное обрезание только некоторая тень, прообраз, а то, что дается в крещении, это удивительное богатство и сокровище благодати Святого Духа, и апостол Павел как раз говорит, что в нем, во Христе, вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, нерукотворенным, да, то есть никто уже христианам, то есть тем, кто приобщен имени Иисуса Христа, уже не будет чисто физически там что-то отсекать, отрезать, потому что здесь самое главное это вот духовное освобождение от греховного наследия, и он говорит, в нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным с овлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовы, а как это? быв погребены с ним в крещении, то есть вот через крещение мы умираем для греха, и вот тут вот и отсекается наша греховность, но не просто погребены, в нем вы и совоскресли веруя в силу Бога, который воскресил его из мертвых. Крещение есть духовное обрезание, которое дается каждому христианину, и сокровище это наверное до конца мы тоже не можем так вот понять, осмыслить, но самое главное, что через таинство крещения с нами Господь Иисус Христос, имя которого творит чудеса, имя его было наречено восьмой день, а своим обрядом вот этим, который он прошел обрезанием, он показал, что он есть истинный человек по любви и смирению, ставший ради нас человеком и проливший жертвенную кровь предвосхищением чего и собственно говоря и стал обряд обрезания. Вот, дорогие братья и сестры, немножко мы побеседовали на эту тему, которая еще раз заставляет нас задуматься о промысле Божьем и о его неизреченной к нам любви. Всех сердечно с праздником, храни и спаси Божие, даруй Господь нам вникать в смысл церковных праздников.